Необходимость экологического воспитания подрастающего поколения в настоящее время очевидна для всех. И экологическая культура тесно связана с краеведением, а также с умением молодёжи пользоваться своими экологическими знаниями и умениями в повседневной жизни и в практической деятельности. В том, что эта важная работа организована в Славянском районе на высоком уровне, мы смогли убедиться, побывав на слёте юных экологов-краеведов. Команда из 11 школ города и района приехали в пятую школу на юбилейный 25-й слёт юных экологов-краеведов. Интерес к этому мероприятию очень большой, он вполне объясним. Сколько славянских школьников у нас увлекаются краеведением, сколько увлечены изучением природных богатств родного края. Причём это увлечение начинается у многих ребят ещё с детского сада, где проводятся беседы, организуются наблюдения, прогулки. Словом, постепенно формируется трепетное отношение к красоте и богатству окружающей нас природы. Сеть кружков экологических у нас расширяется с каждым годом. На сегодняшний день у нас практически 50% сельских школ охвачено дополнительным образованием естественной научной направленности. Там где-то обязательно есть такой кружок. Конечно же, ребята проявляют интерес к этой теме, потому что это действительно важно, потому что это интересно. Ведь нет ничего интереснее в мире, на мой взгляд, чем познавать природу родного края, узнавать что-то интересное, растения, животных, насекомых, птицах и так далее. Это то, что окружает нас каждый день. Это то, благодаря чему мы живём с вами на земле. И от того, как мы будем себя вести в природе, зависит наше будущее. И дети понимают это уже с самого раннего возраста. Активность юных славянских участников слёта впечатлила почётных гостей мероприятия, которые отметили огромную важность экологического воспитания. Человечество и подрастающее поколение, они ощущают, понимают, что нужно сохранять то, чем мы на сегодняшний день располагаем. Такими мероприятиями подрастающее поколение, оно и приобщается к этому. Вот эти движения, вот эти форумы, которые они проводят, вот это как раз приобщение. И большое спасибо преподавателям, которые этим занимаются и организуют всё. Сотрудники Кавказского государственного природного биосферного заповедника стараются работать с юными славянцами в плане экологического просвещения. И очень рады, когда видят, как много у нас неравнодушных ребят. Это очень необычно для меня и удивительно, что была составлена такая информация, такая, можно сказать, викторина. Очень много животных и птиц, и насекомых о природе именно Краснодарского края, Славянского района. На самом деле, я рада, мне очень приятно. На слёте царила интеллектуальная атмосфера, обсуждались вопросы значимости природы, хрупкости мира и экологического равновесия. Конкурсная программа началась с увлекательной игры, в ходе которой команды отвечали на вопросы по экологии и краеведению. Мы рады принять участие в этом слёте экологов, краеведов. Мы выступили достойно. У нас очень команда дружная. Мы старались отвечать на все вопросы. Победили в интеллектуальной игре учащиеся из 16-й и 30-й школ, а также из 1-го лицея. Вторая часть конкурса называлась «Эко-стиль». Участницы этого состязания, проявив по-настоящему творческий подход, представили на суд жюри удивительные наряды, выполненные из газет, бумаги, перьев. Старания и мастерство умельцев были по достоинству оценены уважаемым жюри. Первые места в конкурсе «Эко-стиль» разделили между собой 18-я, 6-я и 43-я школы. По итогам юбилейного конкурса лучшие экологи-краеведы получили грамоты и подарки от Управления образования Славянского района. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Программа «События».